В округе появился символ семьи, любви и верности – скульптура святых Петра и Февронии Муромских. Памятник самой почитаемой семейной пары России установлен в округе благодаря общенациональной программе «В кругу семьи» и поддержке нефтяников. О том, как прошло открытие и куда теперь будут отправляться молодожены, чтобы получить благословение святых Петра и Февронии, расскажет Любовь Пермякова. Накануне открытия памятника с самолетом из Москвы для освещения скульптуры прибыла икона с мощами Петра и Февронии. В аэропорту ее встречали церковнослужители. Святой образ Наринмар доставила представительница общенациональной программы «В кругу семьи». Эта организация занимается установкой композиций Петра и Февронии Муромских в разных городах России. И приехали в город Наринмар для того, чтобы установить очередной памятник святым. Как долетели? Отлично. Сама являюсь уроженкой города Наринмара. Только 22 года назад уехала. Мне не вернулась. Мне очень приятно, что наконец-то приехала в родной город и привезла этот памятник. Из аэропорта икона Петра и Февронии отправилась в главный окружной храм. В Богоявленском соборе образ ждали почитатели святых. Среди них Людмила Лебедева. С чем обращаетесь к святым? О защите, покровительстве своей семьи, во-первых. Во-вторых, о приумножении любви в себе, то есть к людям, как всем. И желаю своим друзьям, всем знакомым семейного счастья, благополучия и всего самого лучшего, любви. Икону покровительницу счастья, любви и благополучия на следующее утро доставили в поселок Искателей. Там прошло торжественное открытие памятника святым. Место для влюбленных выбирали долго вместе с жителями округа. И решили, что благоверные Петр и Феврония будут украшать парк у здания поселковой администрации. Наверное, не случайно и знаменательно, и промыслительно этот памятник стал так, что он указует каждому путь к Богу, путь к храму. Святые благоверные князья взирают на эту благолепную, пока еще малую, часовню, храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Это первое иконное извояние святых покровителей в семейной святыне от Кольского полуострова до Чукотки. Такое извояние в нашем округе появилось благодаря не только общенациональной программе в кругу семьи, но и при поддержке нефтяных компаний «Башнефтполюс» и «Лукойл Севернефтегаз» в рамках социально-экономического сотрудничества. По словам губернатора округа Игоря Кошина, этот мемориал станет любимой точкой свадебного маршрута молодоженов. Я думаю, что уже в ближайшее время все наши молодожены будут обязательно приезжать сюда. И это станет таким очень правильным примером для подражания. Ведь основа любой семьи – это, прежде всего, любовь и верность. Именно эти чувства, любовь и верность изобразил в своем творении автор скульптуры Константин Чернявский. Православный памятник Петру и Февронии выполнен из бронзы. По мнению самого мастера, этот материал идеально передает теплоту отношений пары, а голуби в руках влюбленных – символ семейного очага и мира. С обратной стороны скульптуры находится зайчик. По легенде, он жил в семье Петра и Февронии. Говорят, что если загадать желание и потереть ушки, то оно обязательно сбудется. Впрочем, самое большое желание жителей уже сбылось. Памятник открыли. Для меня это вообще красота необыкновенная. Я сегодня рано утром пришла, потому что я работаю, иду рано, прихожу поздно. И думаю, ну где-то... И я настолько обошла ее несколько раз, стояла, любовалась, не знаю как. Это нужно, большое. И, во-первых, мы не избалованы такими событиями, такими праздниками, такими вот скульптурами. И, наверное, когда в поселке тоже есть вот такие скульптуры, то, наверное, как уже было сказано, что есть куда сходить, есть что посмотреть, есть что вспомнить, есть чему поучиться. Даже история создания этого памятника, наверное, она нужна не только нам, но и нашим детям. Памятник выполнен очень хорошо. Мне понравилось все. В нем изображено все. Все черты, все мелкие вещи, которые не замечают, все равно выполнены. Памятник замечательный. Конечно, бы хотелось, да, чтобы таких было побольше у нас. И ведь у нас мало тут разных церквей. Да вот хотелось бы, чтобы были и памятники церкви, и тогда, чтобы народ, Бог ушел. И вот так вот весь народ просветится. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, телеканал «Север».